всем привет с вами канала автора надежда мы сегодня посмотрим действия вашего партнера что он будет делать в отношении вас в той ситуации которая сегодня сложилась между вами что за ситуация давайте будем смотреть вы располагаете поудобнее слушайте сигнификацию чтобы вы могли понять ваш расклад сегодня или нет но и также мне необходимо будет разобраться что происходит в отношениях здесь ничего не происходит если бы жесткая ссора и пауза либо здесь случилось уже расставание то что при таком раскладе отношений быть не может здесь вы даже не ну скажем так знаете бывают пары которые там расстались или пары которые поссорились но они вынуждены вместе встречаться в силу работы например силу общих там дел родственников я они просто мило пытаются друг другу улыбаться здесь я даже такого не вижу чтобы как-то кто-то здесь пытался друг перед другом заискивать женщина здесь вообще в таком состоянии находится что даже если он есть что-то и предлагает тому ли предложит вот буквально сейчас она здесь не развернется и не побежит к нему на встречу с распростертыми объятиями здесь если мужчина что-то будет женщине предлагать это нужно что-то новое что-то такое на эти вот по масштабам грандиозное это это для того чтобы привлечь ее внимание не для того чтобы она тут же сразу вернулась потому что вот то что происходило в отношениях башня луна это конечно здесь выяснение отношений здесь и конфликты здесь и ложь здесь и вранье здесь и истерики здесь вот много-много-много такого нехорошего что бывает в отношениях между мужчиной и женщиной и она от этого всего устала это просто здесь хочется сказать одно какое-то безумие и вот просто ей нужно прийти в себя ей нужно отдохнуть от всего происходящего я думаю здесь даже она на новые отношения не готова потому что привести в порядок свою нервную систему свой внутренний мир на это тоже нужно время поэтому здесь идет добровольный отказ объясню почему я так говорю ведь у нас здесь сидит человек три кубка и вот ему предлагаю четвертый а он даже не смотрит он даже не поворачивается потому что все дайте женщина однозначно она повернулась спиной к этому мужчине и вот его какие-то ми микро до или мини предложения ей вообще будет даже не интересно вполне возможно что женщина для себя уже приняла решение что мне такое не надо и чтобы он не не предлагал я не вернулась потому что внутренне опустошена потому что буквально выжатый лимон сколько не вкладывайся сколько не делай а в итоге получается что приходится тупо его либо на коленях умалять либо ждать постоянно просить пытаться понять пытаться давать какие-то шансы хотели любила любила очень сильно может быть и до сих пор здесь чувство есть у женщинам потому что четверка чаш в любом случае это затрагивается эмоциональный фон это и переживание это и волнение это как минимум не безразличие но здесь ну вот буквально да вот чувство в одну сторону все остальное в другую сторону даже любя вот при таком вот происходящим ты ну ты долго не выдержишь здесь показана ведь и позы на коленях то есть что-то женщина у этого мужчины просила не могу сказать что прям умоляли тому выпрашивали хотя я не исключаю здесь истории могут быть самые разнообразные и кто-то действительно там умолял услышать умолял наконец-то чтобы что-то изменилось но просили его здесь вы однозначно просили призывая услышать призывая вас понять да там во имя любви там или во имя всего хорошего что было между вами но вот какая-то вот грубая такая сила которая была применена вот финишной стадии когда случилась либо та самая ссора либо то самое расставание здесь все-таки идет со стороны мужчины и вот почему здесь женщина сейчас может вести себя таким образом потому что вот крайнее что то некрасивое сделал мужчина соответственно здесь она имеет право себя так вести она имеет полное право его игнорировать или ждать что-то что действительно ее заинтересует почему я и говорила что мужчина в этой ситуации должен предложить что-то новое и что-то реально грандиозное чтобы ее заинтересовать башня конечно это не шутки и если мужчина так поступил туда здесь мы можем сказать что он поступил потому что уже другого варианта он не видел и башня она не дает таких знаете прям сроков для подготовки потому что что такое башня это просто на примере здания которое пошло трещинами которое там поскрипывает и понятно что она но она уже в аварийном состоянии и когда она рухнет это дело времени и никто не знает когда сегодня завтра там ли либо через год и вот у мужчины вот это состояние то есть я не скажу что он к к этому готовился я не могу сказать что он здесь намеренно делал но вот что-то в один момент какая-то критическая масса накопилась и вот поступок может быть здесь там громко хлопнул дверью там может быть поднял скандал там может быть просто до заблокировал и ушел без объяснения причин вся история для него это тот аварийный дом который в один прекрасный момент рухнул история я имею ввиду ваши с ним отношения и конечно здесь женщина скажет он явился тем человеком который поставил крест на наших отношениях как бы то ни было то есть вот самое сильное усилие там или последняя рука в этом всем конечно это было со стороны нашего мужчины нету здесь отношения просто их нет давайте посмотрим нашего мужчина и и и его предпосылки почему все это произошло он захотел чего-то нового для себя ну вплоть до того что давай поживем раздельно там допустим если семейная пара это может быть просто там поставить отношения на паузу и просто пожить без отношений но это же может быть какое-то новое увлечение это могут быть какие-то новые люди в его жизни это новый интерес на страсть которой невозможно здесь сопротивляться влечение которое не предполагает наличие такого сухого здравого смысла там или четкого прозрачного здравого смысла здесь как отуманенный одурманенный человек то есть за последствия он сам для себя не отвечал почему вот опять же вот башни да и дьявол здесь он нам объясняет что у него было такое состояние когда нет это не намеренно по отношению к вам особенно если это было но что-то очень грубо дали очень некрасиво с его стороны и опять же поймите меня правильно я его здесь не оправдываю не выгораживаю я просто как наблюдатель со стороны объясняю почему он это сделал что им руководила вы уже сами можете выносить вердикты там или какие-то ярлыки ему присваивать такие дополнительные потому что вы были участницей этого всего и вы можете делать свои личные выгоды вот моя же здесь сторона совсем другая никого не клеймить никого здесь не так узнаете но в грязь сильно не опускать и его задача или точнее его состояние оно было не направлено против вас то есть здесь вот сделать там вам прямо сильно больно там обидеть вас разочаровать не было да а было желание вот попробовать что-то и он ни о чем другом больше не думал вот тут а последствия он наверное подумал когда стал понимать что вы не выходите на на контакт там или вы стали какая-то молчаливая или вы тоже там заблокировали удалили его отовсюду и все никак не пытаетесь сблизиться и что-то наладить что здесь за увлечение там новая какая-то жизнь которым пытается попробовать мне будет интересно почитать в ваших комментариях но здесь как в одном из мультиков да здесь вот просто влечет там с неимоверной силы вот у него здесь было такое состояние я ему казалось что вот он какой-то знаете такой вот момент который которым надо воспользоваться который который надо успеть там попробую там рель реализовать это сейчас посмотрите он понимает спустя время и наблюдая за тем к чему он стремился что он получил в итоге он понимает что это все было зря что не стоило так делать но здесь хорошая мысля приходит опосля и вот все мысли все рассуждения такие здравые как я говорила да вот тут вот он даже не думал не анализировал он просто поддался какой-то истории там я но и знаю там кто-то пальчиком поманил да и я еще и и пообещал какую-то награду барыши какие-то серьезные и все да вот нету нету желание этом думать вот она плывет к тебе само в руки а вот потом я так понимаю что но здесь случилось параллельно ко всему еще разочарование у нашего мужчины потому что она откуда у нас тогда вот такое вот состояние грусти состояние того что ее мои штушь я наделал то там или можно было помягче или надо было все-таки подумать но подумать в любом случае не получилось бы потому что ну как минимум он не мог в этом состоянии контролировать будущие последствия которые могут наступить здесь он теперь все разгребает по факту да вот видите надо было держать себя в руках там или надо было вас послушать или прислушаться услышать я вот про те вот просьбы либо мольбы которые свое время были обращены к этому мужчине ну а что а уже здесь получается поздно то здесь разгребает то что он натворил вот и думы думает думы сложные думы тяжелые но давайте смотря действия тогда его что он решил делать на вот его шаги что он будет предпринимать по отношению к вам мы здесь получается горе по паузе которая грозит быть длительной либо уже о расставании то есть вернется он или не вернется даже вот так вот можно здесь поставить вопрос нашим картам не так его действия его действия он не может здесь просто так быстро вернуться потому что если он возвращается вот прямо сейчас здесь придется преодолеть какое-то сложное препятствие в виде вас в виде вашей обиды виде ваших условий там виде ваших требований женщина в таком состоянии и мы уже смотрели да что вот просто так с кондачка к ней уже не подойдешь здесь реально нужно искать подход здесь реально нужно искать не знаю ресурсы возможности хотя бы чтобы она просто повернулась к тебе лицом а не стояла спиной и и этот мужчина понимает и видите он не ищет девочки для себя сложенных путей то есть ему проще подождать когда вот этот пиковый момент в котором ему пришлось бы там тратить силы там нервы время там деньги он его лучше переждет опять же он тоже считает что вам нужно успокоиться вам нужно прийти в себя ну или если хотите чтобы страсти улеглись там что-то а самое неприятное сгладилась либо подзабылась и тогда можно действовать да здесь мужчина для себя четко понимает что действовать ему придется в отношении вас здесь однозначно и подбираться он будет девочки издалека это вот буквально шаг вперед шаг на шаг вперед шаг назад что значит издалека может через ваше ближайшее окружение может здесь через ну как это у нас пара мужчина в этом через какие-то подставные свои там левые номера да там через соцсети как-то аккуратно осторожно там через точки там с я не знаю лайки и так далее но для него здесь очень важно будет прощупать ту дорогу по которой ему потом идти к вам действия они здесь есть да пусть здесь не сразу и да я здесь тоже важно вас должна предупредить чтобы вот эта карта обороны что эта карта такого успокоения то есть здесь реально мы говорим о сроках и о сроках таких на которые вы далеко не все будете согласны это сроки большие чем вы бы для себя сейчас предположили там ну допустим на часто мы девушки там женщины мы ставим срок что вот если там до конца там не знаю там года появится там или там там до восьмого марта там до моего дня рождения я его там выслушаю да я рассмотрю какое-то предложение могу с ним поговорить даже если после этого срока значит все избушку на клюшку и больше никаких не дел ни разговоров ничего общего иметь не буду так вот вы для себя девочки должны знать что те сроки которые вы предполагаете для себя они будут более долгие более длинные вообще по умеренности и туда мало того что к умеренности да вот карта противостояния сопротивление там отстаивание своих собственных границ они как бы друг друга несколько замедляют и и и поэтому да здесь может пройти несколько месяцев здесь может быть может пройти полгода и год и полтора и даже больше вот вы просто для себя должны понимать что даже если вы допустим этого товарища отпустили пожелали всего хорошего или не очень хорошего и забыли живете своей жизнью вот этот вот персонаж он может упасть на вашу голову в любое время когда вы его уже не ждете вот здесь вот просто понимаете для него эта история не закончена почему потому что он шел за одним на как мы смотрели он на что-то повелся на соблазнился впечатлился и вот шел своей дорогой не понимая последствия не думая и про вас а здесь тоже до речи не идет вот впечатлился и и пошел не не видя ничего под своими ногами а там обжегся или там не получил желаемо обманули не знаю подставили там создали ему жесткие условия там не сложилось не срослось как хотите здесь любой термин принимайте и и вот они думы тяжелой на и соответственно назад дорога как он понимает еще не захлопнулась окончательно прям сейчас по горячим следам это будет ну прям очень сложно и невозможно вплоть до того что ну вот посидел бы или подождал бы подольше вот это вот было бы самое то а у него есть время здесь подумайте почему подумать хорошо особенно это такие знаете вот ночные какие-то размышления либо перед засыпаниями ложить человек и начинает да здравствует еще одна мысль вот это с ним происходит и он четко понимаешь что зачем что-то делать для того чтобы сказать а блин черт я поторопился надо было подождать когда можно уже подождать успокоиться и спокойно рассчитать к тому же видите здесь такие подкаты будут издалека потому что спросите почему потому что ему надо прощупать почву потому что он не сможет вот так вот на рожом я ему же нужно наверняка он не будет здесь к вам вам выкладывать все карты свои да там весь расклад нет ему надо так вот чтобы чтобы это было четко и окончательно поэтому выждет здесь такую вот драматическую паузу у вас девочки да здесь реально создаться впечатление что этот товарищ наверное решил закончить отношения но не живите не живут реальные действия со стороны мужчины он будет здесь вас возвращать потому что но я скажу что с вами лучше чем чем без вас и и знаете даже если он пошел за этому какой-то там у него увлечение там я и но и на этом знакомство там еще что-то он четко скажет что с вами было лучше там или вы лучше да с вами проще вы поймете там вы готовы его там услышать может быть подождать это простить а там что-то не очень опять же здесь тоже здесь мол здесь мужчина мог просто да там захотеть свободной жизни без всяких там третьих лиц там безо всякого а просто а понял что одному некомфортно вы позаботитесь вы там и ужин я не знаю там завтра организуете вы побеседуете с ним вот и совет дадите и за лекарством сбегаете когда он заболел а тут вот один вот неважно вот в какой бы ситуации здесь ваш мужчина не оказался он понимает что это было все зря это все не то погорячился поспешил вот поэтому тебе неспешно да не торопясь четко вдумчиво здесь нужно будет делать действия по отношению к вам все-таки хочет быть и вместе ведь есть такая вот у нас что что здесь парная карта сила да это сочетание несочетаемого вот но тем тем не менее это такой хороший очень тандем и десятка чаш поверьте он с вами был счастлив даже если он говорил что что вы там сущее там наказание там или проклятие на его бедную несчастную голову поверьте это бред это было сказано что-то в порыве каких-то неприятных эмоций может быть в порыве ссоры накатила там не знаю там накрыла его вот и сказал на вот на самом деле истинное счастье он теперь понимает как минимум а вот здесь вот такого вот спокойствие когда ты понимаешь что твои тылы они защищены и эти толы были защищены именно с вами что еще вы должны знать девочки вот возвращение здесь будет сопряжено с его условиям условия которое да он выкатывает к вам но это его ли личные такие размышления он вернется но при условии действительно когда он будет понимать что вот с порога вы на него не налетите вы не будете там не знаю там хватать там его за ворот рубашки там я не знаю в чем он придет и не будете требовать там каких-то объяснений расскажи правду там что было как было там когда вот этого он не хочет категорически он хочет чтобы вы в тот момент когда они зря же издалека на вот потому что здесь прощупать почву он хочет чтобы вы уже перестрадали здесь в идеале скажите он совсем обнаглел но да я в любом случае я должна сказать все то что я вижу он в идеале надеется что ваши отношения начнутся сначала то есть новый виток вот буквально как раньше когда вы познакомились когда вам было хорошо когда вы интересовались друг другом может быть кстати вот это вот пауза которую он выдерживает вплоть до того что время идет у в людях что-то меняется в их жизнях что-то меняется то есть какое-то обновление и и вроде бы некогда до боли знакомый тебе человек но ты начинаешь с ним общаться а у него там столько уже в жизни произошло столько изменений сам он под давлением этих событий изменился и вроде бы да ты этого человека знаешь хорошо вроде бы как и новый человек перед тобой потому что вот здесь вот что-то пашкубка это всегда такой знаете вот романтизм это конфетно букетный период такой вот начинающийся когда ты не можешь от этого человека ждать а что-то невероятное да у вас же сближение снова да вот у вас притирание такое легкое нежное по отношению друг другу вы проникаетесь друг другом вы узнаете ближе друг друга вот это для него в идеале вот приди сейчас вот опять же да этот ответ на вопрос тех кто скажет но раз он собирается ну почему он сейчас не придет мог бы на этом а я бы не рубила бы с плеча девочки поверьте он не знает что вы не будете рубить с плеча сообщите ему об этом и дайте ему понять что ему ничего не будет они разборок ничего вы ему позволите быть вот в этой некой начальной точке которую вы когда-то проходили то есть без ответственности без упреков без воспоминаний но это буквально практически такой вот чистый лист в отношении который снова может начаться дайте этому мужчине понять так чтобы он понял а мы знаем что у нас мужчины намеков не понимают и если вы проходите мимо магазина с платьем вам не нужно говорить ой какое красивое платье на витрине он посмотри скажет да и все и пошли дальше а ему нужно сказать я хочу это платье от тебя в подарок то там допустим там не прямо сейчас там на день рождения там или еще да хоть бы и сейчас вот как понимают наши мужчины что мы от них хотим они такими вот намеками и поэтому что если вы там да я ему давала понять девочки здесь бесполезно давать понятие это нужно прямым текстом опять же почему таким вот прямым текстом потому что он потом вам случае чего скажет но помнишь ты же сама говорила а если вы скажете я тебе намекала ну извините да ты намекаешь на одно а я это понимаю по-другому это мы женщины порой с полуслова с полу взгляда пол намека вот и мы уже все знаем мы уже все поняли все догадались вот поэтому хотите чтобы он вернулся быстро дайте ему понять что у вас начнется новый этап но новая романтика в которой вы но морального права не будете иметь что-то от этого человека требовать но вы же как как будто бы только познакомились какой-то у вас такой вот новый этап все тут же здесь здесь мужчина ушки на вострит и ему это понравится потому что зная здесь каково с вами а вы еще опять же да он уже знает что он может получить на какой бонус какой приз а тут еще и сначала все бинго вот для человека здесь все сложилось вот но а пока он об этом не знает что там некоторые из вас допустим готовы он начинает размышлять своими какими-то шаблонами своими умозаключениями и ему вот по его мнению нужно дождаться какого-то времени периоды когда все подзабудется подсотрется и все и вот тогда вот она да вот картина маслом в идеале конечно вы же соглашаетесь там снова с ним просто пообщаться а он уже начинает черпать снова из этого колодца такими вот полными ведрами до вернется но при условии вашего спокойного такого спокойного настрой по отношению к нему он конечно не знает что некоторые девочки не будут готовы с ним просто спокойно разговаривать он не понимает что спустя то время которое он готов выждать кому-то вот этот товарищ уже и даром не нужен будет и с чем бы ты не пришел хоть пол царства в подарок не надо вот а кто-то из девочек готов будет но вот ему кажется что вот чем дольше наивные конечно порой мужчины же женщину чем дольше оставляешь наедине тем больше она себе в голове придумала решила сделала выводы с тобой рассталась а ты там только думаю что она еще обижается на уже эту историю давным-давно закрыла поэтому да здесь есть возвращение но я вас девочки предупредила что в любой момент в этой жизни этот товарищ свалится как снег на голову если эта сигнификация ваша если вы чувствуете буквально каждое слово прям вот дам ну пробирает да вот до мурашек до дрожи поверьте и будьте готовы да может и через год и через не знаю несколько лет свалиться это факт вот просто об об этом знаете и если вы не хотите этого но позаботьтесь какие-то меры такие предосторожности примите чтобы этот человек не просочился не просквозил в вашу жизнь но она сегодня все не забывайте подписываться подписывайтесь также на телеграм там другой контент там и про парфюм там и про своими руками конечно же там и про ритуалы которые своими руками мы делаем которые рабочие и объясняю почему все это работает ссылка в описании под видео в закрепленном комментарии всех буду рада видеть добро пожаловать а мы с вами скоро встретимся здесь не забывайте кстати ставить лайки чтобы я видела что мои расклады вам нужны и всем пока пока до скорых встреч